Ракетно-космическая корпорация «Энергия» входит в Роскосмос и производит космические корабли «Союз и Прогресс». В Москве сегодня прощаются с Владимиром Меньшовым. Церемония начнется в 11 утра в Большом зале Центрального дома кино. Похоронят кинорежиссера на Новодевичьем кладбище. Владимир Меньшов скончался 5 июля в возрасте 81 года от осложнений после коронавируса. В правительстве заявили, что темпы вакцинации в России выросли почти в два раза за неделю. Такие данные президент Путина привела вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в России первую прививку сделали почти 27 миллионов человек, обе прививки 18,5 миллионов из них. В то же время, по словам, в некоторых регионах ситуация с пандемией остается пугающей. Хуже всего дела обстоят в Дагестане. По данным РБК, на начало июля в этом регионе вакцинацию начали около 5% населения, а полностью привиты только чуть более 3%. Определился второй участник финала чемпионата Европы по футболу. Им стала сборная Англии. Минувшим вечером англичане в Лондоне не без труда переиграли команду Дании в полуфинальном матче. Команды ушли на дополнительное время со счетом 1-1, причем после автогола датчан. Второй мяч Англия забила с пенальти, назначение которого часть комментаторов сочла спорным. Как замечает РБК, до сих пор сборная Англии ни разу не доходила до финала чемпионата Европы. Финальный матч пройдет в воскресенье 11 июля на том же стадионе Уэмбли. Соперником англичан станет команда Италии, которая в серии пенальти ранее победила испанцев. Матч за третье место на турнире не предусмотрен. Бронзовая награда получат обе команды, проигравшие в полуфиналах. Также сегодня в ближайших выпусках новостей Ростуризм предложил ослабить карантин в Краснодарском крае, чтобы туристы могли посещать регион с отрицательным ПЦР-тестом на протяжении всего лета, а не до 1 августа. Центральная кольцевая автодорога в Подмосковье должна заработать сегодня полностью. На ГАЭТе сообщили о поимке убийц президента страны. Подробнее об этих и других событиях сегодня в течение дня. Спасибо, Игорь. На 3 балла загруженность дорог в городе. Сегодня жарко в Москве, плюс 32 днем, никаких облаков, практически без ветра. Ночью плюс 23. Завтра, в последний рабочий день недели, до 33, также сухо, солнце. И такую же погоду обещают на выходные. Жара в Москве останется и на всю следующую неделю. Приветом, Набутов. Шо вы плачете тут? Гордеева, что ты несешь? Зачем? Я несу. Еще после вчерашнего футбола. Я несу свет и радость. Да, 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 о людям. Категорически всех приветствую, ребят. Доброе утро. Всем желаем вам всякой. Я умоляю, ты опять хочешь плакаться про жару? Что плакать? Про жаруху будешь плакать? Я нехал, все уже, все цифры произнесены были тобой. Я хочу плакать по поводу поражения сборной Дании накануне. Оно стоило мне отсутствие сна. Слушай, я вообще хочу пожаловаться в ФИФе. Извините. Что за ФИФа? Ну что это за безобразие? Ну, в 10 часов вечера. Я согласен. Ну почему? Я согласен. Главное, что и финал тоже в 10 и в воскресенье, понимаешь? Так что нам с тобой понедельник светит волшебный. Ну что, ребят, я не знаю, я уверен, что... Я знаю, что у нас значительная часть аудитории, в общем, и равнодушна к футболу. Но в период больших соревнований и особенно потрясающих выступлений нашей команды интерес все-таки к таким большим соревнованиям, турнирам она проявляет. И наверняка многие вчера все-таки посмотрели этот прекрасный совершенно по качеству футбольный матч Великобритании-Дания. Что, ты видел вообще? Нет, конечно, я здоровый человек. Честно говоря, я выключил после того, как поставили абсолютно... На мой взгляд, на мой взгляд. Поставили, значит, была. Знаете, есть такой, кстати, в футболе такой подход, что я поставил пенальти, значит, был. Счет на табло, как бы. Подробности игры забудутся, а счет останется. Поэтому англичане в финале, точка. Играли они вчера, наверное, второй, кто смотрел, второй тайм. Они были лучше, они были лучше, очевидно, в дополнительное время. Просто датчане уже не могли бегать. У них закончились замены. Ну, по физике просто переиграли. По качественной сборной Англии, наверное. Хотя и датчане большие молодцы. Но все-таки это не повод ставить левый 11-метровый. Абсолютно левый. Рахим Стерлин, главная звезда англической сборной, известен своими нырками. Он получает огромное количество за это желтых карточек. Накануне не было даже контакта. Он, очевидно, нырнул. Для меня, очевидно, исходя из того, что я вы. И все-таки обидно, что англичане были достойны победы накануне по игре, по-пацански. Но, на мой взгляд, пенальти не было. А это значит, что могли быть серии 11-метровых. До нее осталось там сколько? 20 минут. И, соответственно, там дальше уже 50-50. Там и поплыть можно. Там у аутсайдеров как раз, как правило, психологическое преимущество, раз смогли достоять. Во-вторых, был еще один важный момент, на который не все обратили внимание. Может быть, дело в том, что в момент, когда он падал, в 5 метрах от него, там, ближе к угловому флажку, второй мяч на поле находился. И если мы, так сказать, действовать согласно букве закона, судья обязан был остановить матч в этот момент. Хотя, очевидно, что играли, как бы, в игре был другой мяч в центре игрового эпизода. Но, тем не менее, второй мяч был на поле, судья должен был остановить игру. Потом спорный мяч, ну, спорный мяч бросит. Этого не произошло. Но, опять, возникают вопросы по Вару, все-таки, исходя из тех повторов, которые показывали. Ну, очевидно, что пенальти не было, и комментатор... Лучшее, что вчера, на самом деле, в трансляции увидел, это был комментарий Леонида Викторовича Слуцкого. Вот он, конечно, абсолютно блестящий футбольник. Он все понимает, все виден. Это не бесконечные потоки слов, рассказы каких-то исторических баек. В этот момент игра идет. Знаете, как многие грешат, эти комментаторы, словоблудиями. Мне надо что-то сегодня нести. Он точный, тонкий, отмечающий какие-то вещи, неочевидные даже для такого маститого футбольного болельщика. Великолепный язык. Ну, прям восторг души Леонида Викторовича. Спасибо вам большое от меня лично и от всего болельщинского сообщества за великолепный комментарий. Надеюсь, это будет случаться почаще. Кто выиграет на ваш взгляд, ребят? Так в проброс поинтересуйся. Я буду за итальянцев болеть. Я, честно говоря, не симпатизирую ни той, ни другой сборной по разным причинам. Но, глядя на то, что произошло накануне и на эту, в общем, вопиющую несправедливость, которая в спорте бывает, к сожалению, я, пожалуй, тоже буду симпатизировать больше итальянцам в этом финале. Ну, тем более, как отмечают наши слушатели, они на этом чемпионате показывают очень классный футбол. Ну, англичане тоже неплохо. Да. И те, и другие очень мало пропускают, по-моему. И итальянцы, и англичане пропустили чуть ли не первый мяч в полуфинале. Друзья, не забывайте о том, что на YouTube-канале «Серебряного дождя» идет видеотрансляция из студии. Мы ждем ваши комментарии. Пишите и звоните. А пока перейдем к другим событиям. Сделаем это буквально через полторы минуты. У меня очень классно по поводу всех вот этих нырков и зарабатывания пенальти. Значит, пост опубликовала подруга моя, которая вообще до этого футболом никогда не интересовалась, а тут посмотрела. И я считаю, что это гениальная находка. По поводу, я прям процитирую, по поводу последнего пенальти, который англичане устроили. В 90-е годы люди так под колеса дорогих машин бросались. Аккуратненько, чтобы не повредиться. И профит. Да, да. Я тоже вам скажу, что дни в 90-е, это и сейчас процветает на дорогах страны. А в Азии это вообще один из самых любимых видов разводки. Вот в Камбодже сплошь и рядом. Прям белый человек за рулем, он падает на кап... Целой семьей сразу могут завалиться. Юра из Перми пишет. Ребята, это был шикарный матч, все абсолютно по делу. Дания огромные молодцы, Англия великолепная. Англия была лучше. Я врать им. Была Англия лучше. Весь второй тайм и дополнительное время. Особенно уже возили несчастных и бессиленных датчан. И в общем, по-пацански должны были выигрывать. Слушай, нам предлагают Слуцкого в уфирь позвать, кстати говоря. Это хорошая идея. Давай позовем Леонидовича. Он потрясающий. Во-первых, он интеллектуал. Он либерал, для кого это важны политические его взгляды. Хотя он с осторожностью высказывается. Но некто... Тем не менее, да. Давайте возвращаемся в уфирь. Ну, близкий нам... Итак, мы с Гордеевой решили, что в программу «С приветом, Набутов» мы зовем Леонида Викторовича Слуцкого. Да, это было бы очень хорошо и интересно. Если он согласится, я проложу к этому максимум усилий, то мы постараемся это осуществить в самое ближайшее время, пока он никуда не уехал кого-нибудь тренировать. Кстати говоря, ну, это отдельный разговор. Я его на завтра припас. Сейчас, глядя на датскую сборную, все-таки чуть подробнее некоторые интересные моменты в части того, как они совершили свою футбольную революцию в части подготовки молодежи. И она интересна даже не чисто футбольными результатами, которые мы видим сейчас. Обратите внимание, весь состав сборной Дании играет в топовых чемпионатах. Мы тоже так, знаешь, какие-то датчане, вот какие молодцы, дошли до полуфинала. А у них, между прочим, игроки всех ведущих. Почти все в Англии. Там смешно, мы вчера наблюдали фактически чемпионат Англии. Только у англичан чуть больше в топ-клубах, а у датчан чуть больше в средних там. И чуть пониже. Тем не менее, это абсолютно английская премьер-лига играла. Так исторически сложилось. Интересно, что у вот этого вот их реформа футбольная, про которую я вскользь уже рассказывал пару дней назад, например, они не ведут счет в матчах до 13, по-моему, лет. Чтобы там у этого масса есть причин, почему они этого не делают. Это большие исследования, да, и психологов, там много чего. То есть это интересно с точки зрения подхода к раскрытию человеческого капитала. Подхода к человеку. У меня по этому поводу есть еще одна новость. Правда, не издание с другой северной страны, европейской Исландии, которая, по всей видимости, первой в мире уже окончательно массово перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Они ставили масштабный эксперимент в рамках всей страны, причем это касалось и частного, и государственного сектора. Для нас это будет интересно все-таки, как для страны с государственной экономикой. Вот. Чуть позже вам про это расскажу. А пока все-таки, еще раз, в красной линии в этом часе ваш прогноз, кто победит, почему. Почему вы симпатизируете этой командой? Итальянцы или датчане? Задать осталось недолго. И, между прочим, в параллель же будет в этот же день потрясающий финал Копа Америка. Бразилия-Аргентина. Неймар против Месси. Два сумасшедших матча в один день. А эти вообще в 4 утра начинают. Или в 3, я уж не помню. О, господи. Ну, нет, нет. Это выше моих сил. Хорошо. Значит, что... Давайте к другим событиям, не футбольным. Что у нас с Явлинским? Гордеева, расскажи, пожалуйста. Ну, с Явлинским. Для тех, кто пропустил прошлый час, друзья. Тут Григорий Алексеевич обозначился новым заявлением. Он, во-первых, общаясь с журналистами, очередной раз подчеркнул, что Яблоко не поддерживает идеи Алексея Навального. Что он сказал следующее? Да. Призвал сторонников не голосовать, что партия не поддержит идеи Навального и не станет выдвигать от своего имени его соратников. У нас принципиально другая политика. Мы не будем проводить Навального. Мы не приглашали его сторонников в наши списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Как ты относишься к этому заявлению? Ты знаешь, мне очень понравилось сообщение от нашей слушательницы, которая написала, что нашим всяким там системным и околосистемным политикам настолько уже нечего предложить людям, что все, что они сейчас могут делать, это топить чисто против Навального. Что это единственное, что для них осталось из каких-то вот таких сильных заявлений. Условно говоря, когда ты топишь против кого-то, это значит, что эта позиция должна находить отклик в сердцах твоего избирателя. Но это довольно странно, потому что очевидно, что и Явлинский, и сторонники Алексея Навального, это примерно одна и та же аудитория, нет? И понятно, что подобное высказывание Явлинского вызвало крайне негативную реакцию и вызвали наверняка в числе его многочисленных... Ну, ты вспомни, ты вспомни на вот эту его статью, на первую, какая была реакция, в том числе прямо у верхушки Яблочников, когда они высказывались, между прочим, против Григория Алексеевича. Ну, естественно. Я пыталась понять, зачем это нужно и зачем добивать самого себя ногами, что называется. Я думаю, что это нужно... И Григория Алексеевич все-таки... Показать Криму, что я свой... Показать Криму, что я свой... Тертый политик, абсолютно. Я думаю, что по-другому просто нельзя. Фамилия Навальный и вся его организация, ну, разгромленная. Пока, на самом деле, это же все временно. И Навальный подзабыт. Обратите внимание, он выпал. Вот как работает наша психика. Вот 170 дней он сидит, примерно, да, плюс-минус там, 180. И как-то вот он уже выпал из информационного поля. Подпитки никакой акционной нет. И про него встали забывать. Потом не переживайте, его время еще придет. В России надо жить долго и сидеть долго, к сожалению. То, что у Явлинского, по всей видимости, не было другого выхода для того, чтобы остаться... Другие способы выслужиться перед Кремлем закончились, осталась только вот такая мерзость. Но Явлинский работает политиком. Поэтому, значит, сейчас всем надо, представителям всех спектров, показать, что они Навального ненавидят. Он сволочь, предатель и американский шпион. Таким образом, остаться внутри легального политического поля и получать, между прочим, от государства деньги. Это прагматика. Мы сейчас безоценочно. Я не оцениваю. Я высказываю свой взгляд на происходящее в данном случае. Поэтому, возможно, был какой-то торг. Возможно, я об этом не знаю, честно говоря. Возможно, был какой-то торг. Вы сливаете, критикуете Навального, разваливаете как бы такое, и без того не очень консолидированный оппозиционный... Оппозиционный электорат, даже не движение, электорат именно. А мы не топим вас на выборах, и вы получаете какое-то количество там мест. Ну, получаете свои там, да, проценты для прохождения в Государственную Думу, получение государственного финансирования, продолжаете существовать. Все довольны. Вадим нам пишет... При этом, объяснить... Вот у тебя хорошая же цитата, как раз из Григория Сеевича прозвучала, да, что мы не разделяем... Мы не будем проводить политику Навального, мы не приглашали его сторонников в наших списки. Те, кто хочет голосовать за Навального, за нас голосовать не надо. Яблоко не поддерживает его идеи и не будет выдвигать на выборы его сторонников. Я хочу понять... Дело в том, что это, ну... Вы знаете, мы в прошлом части... Я задавала слушать, что такое принципиально другая политика? Другая политика. Какая политика у Яблока? Какие идеи? Сразу возникает у любого критически мышечного человека. Что вы имеете в виду? Поясните, какие конкретные идеи? Список серьезный. Ну, хотя бы лет за пять последних. Покажите. Борьбу с коррупцией. Там, я не знаю... Какие еще там... В рыночную экономику, в... В... Разгосударствовании экономики. Я не знаю, надо вспоминать теперь, что какая у Алексея Анатольевича основные пункты его программы. В чем вы не совпадаете? Да, вы говорите конкретно, Григорий Алексеевич. Мы же ваш избиратель, в конце концов. Ну, вот Вадим нам сразу пишет, иногда лучше просто промолчать, иначе ощущение, что не за избирателя борются, а выслуживаются перед властью. Ну, прекратите, это не тот случай. 731, наш телефон в студии, прошу вас. Да, доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Владимир. Здравствуйте, Владимир. Ну, я отчасти с Виктором согласен. Но, тем не менее, всегда политика упиралась в конъюнктурщину и в разночинство, когда отмежевались различные сторонники, обвиняя других, ради достижения этих целей, по принципу, цель оправдывает средства. Я думаю, что Навальный давно должен был понять, что так называемая тривиальная борьба с ветряными мельницами по поводу коррупции это не актуальная тема для нашей страны. В том плане, что народу и так понятно, что при этой власти, если перефразировать одну известную фразу из кинофильма, а кто в нашей стране не ворует. Поэтому политика Ивлинского состояла прежде всего в том, чтобы затесаться, например, ну, я утрированно буду, говорю, под разными так называемыми обликами, в ту же Единую Россию, а потом ее расшатывать изнутри, тем самыми расследованиями, которыми занимался Навальный, но уже на определенной стадии развития. А поэтому, когда сейчас существуют губернаторы, которые не просто воруют, а скрывают всю настоящую действительность не только от президента, но и от профильных служб, я имею в виду пожары в Якутии, которые скрывает губернатор Николаев, назначенный же Путиным во свое время, который занимал пост мэра Якутска и характеризовался местными жителями как садист, недалекий человек и просто равнодушная черствая личность. Но Путин его почему-то назначил, и сейчас, несмотря на то, что там происходит, вот, и как и других губернаторов, не поймите, что происходит. Путин оставляет их на месте и говорит, что без таких людей я не могу работать. Понятно, спасибо большое. Да, спасибо, Володь. Садисты черствой личности. Это интересная характеристика. Несколько сообщений. Максим нам пишет насчет Явлинского. Его заявление – это способ разрознить оппозицию, не дать возможность консолидироваться. Ну, Григорий Алексеевич долгое время обвиняет в этом, в этой традиционной русской беде либерального, то, что здесь принято называть либеральным фронтом. И до революции это происходило, как мы с вами помним. И вот сейчас Явлинского много раз пинали на то, что он, дескать, отказывался, когда приходили представители разных близких по идеологии организаций и политиков для того, чтобы объединиться. Либо я возглавляю, говорит Явлинский, либо нет. Либо нет, да. Но это тоже такая черта. Послушай, ну очень интересно, как политическое любое объединение перед выборами может возглавлять человек, который накануне выборов, и спасибо слушателям, которые обращают на это внимание, вот с точки зрения политика, фига себе заявление. Не голосуйте за нас. Ну это, как это вообще? Что это? Не голосуйте за них. Не голосуйте за них. Ты хочешь сказать, что он обращается к избирателю таким образом, зная, что, если что, и яблоку пририсуют пару процентов. Для, так сказать, для формирования... Ну мы живем в имитационной демократии. Какая, действительно, что такого? Ну все подонесут, ну будет, там еще 3 процента. Ну пускай будет, ну отлично. Илья нам пишет, я всю жизнь голосовал за яблоко. Он лично меня предал и предал всех таких же, как и я. Вот сообщение от нашего слушателя. Вот-вот-вот. Вот-вот-вот. А в Кремле сидят и потирают руки. Сейчас. Вот, как всегда, всех смогли размазать, поссорить друг с другом. Прекрасный комментарий. Из инструкции во времена сухого закона в США. Ни в коем случае не кладите этот брусок в воду на 20 дней, чтобы он не превратился в вино. Может и Григорий Явлинский таким же образом дает нам понять, за кого точно нужно голосовать. Да, я понимаю, я прекрасно понимаю, да. Но, к сожалению, этот человек, я думаю, что до предстоящих выборов не сможет принять участие в выборном процессе. Очень интересные, кстати говоря, Форбс цифры. У него нет массы всяких разных для вас новостей. Значит, доходы чиновников и депутатов России в 2020 году, вы обсуждали это, нет? Значит, суммарно выросли на 10 миллиардов рублей. Ну, сложно сказать, много это или мало. Выросли, выросли. Ребята, нам-то что? Самое главное, что они выросли на 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов — это не так много, по большому счету, сколько это? 15 миллионов долларов. Меньше. Значит, эти цифры публикуют Форбс, который обновил рейтинг 100 госслужащих и депутатов 20-21. По сравнению с прошлым годом, доход сотни самых богатых семей госслужащих возрос с 65 до 70, почти до 76 миллиардов рублей следует из их открытых деклараций. Понятно, что это далеко не все доходы. Значит, возговоряет рейтинг депутата законодательного Челябинской области, правильный президент Юж-Урал-Золото Константин Струков. Значит, он там заработал 8,6 миллиарда рублей на 3,5 миллиарда больше, чем в предыдущей версии Форбса. Здесь все понятно, поскольку исторические максимумы по золоту идут. А там второе место неважно. На третье место сперва опустился депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который за год увеличил свой доход на 100 миллионов, до 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Это произошло, несмотря на то, что в марте 21-го чиновник был арестован и сейчас находится в СИЗО по делу о поклонении от уплаты таможенных платежей. Удивительно, как люди сидят, а бабки текут. Значит, что любопытно, остальные там не так важно, что интересно. Значит, суммарные доходы первой десятки, представленной Форбс, оказались выше годового бюджета сразу 13 регионов страны с населением почти 6 миллионов человек. Очень мило, очень мило. Об этом говорят данные федерального казначейства, об этом пишет Форбс. Вот это показатель. А вы, ребят, а мы тут про морковку, ну, чего уж тут смешить? Что? Почему я соострил внимание на этих цифрах, на этом исследовании Форбс? Хотя что такое 75 миллиардов рублей? Это, извините меня, меньше стоимости одного известного дворца. А это 100 самых богатых госслужащих и чиновников страны. Ну, это даже смешно. Дело в том, что параллельно появился отчет Минэкономразвития, было опубликовано, где было сказано следующее. Слабым звеном российской экономики остаются реальные доходы населения. Об этом свидетельствует вот как раз это доход Минэка, который базируется на данных Росстата. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 21-го года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом 20-го. Значит, в целом, если сравнить с 2019-м годом, падение составляет 3%. Значит, в Кремле, оценивая ситуацию с падением доходов россиян, подчеркнули, что тенденция остается достаточно напряженной. Статистика показывает необходимость дальнейшей скоординированной работы, как заявил пресс-секретарь Песков. Уже 20 лет они координируют работу, и мы видим, что одни продолжают богатеть, несмотря на пандемию, с просто не укладывающимся обычного человека в головах доходами, а в общем и целом страна продолжает нищать. Просто меня поражает, два документа про одно и то же в один день. Прямо на контрасте, друг за другом. Так, сообщение про Явлинского. Александр из Красноярска пишет, вспоминая фильм «Гараж», вовремя предать это не предать, это предвидеть. Хотя тут, конечно, просто путь спасти себя и остаться в кавычках в живых. Грусть берет от всего происходящего. Интереснейшее развитие истории с принудительными работами на крупных стройках страны. Здесь фантастическая новация из Ленинградской области, к которой я оказался чуть-чуть причастен. И, друзья, все это мы обсудим через несколько минут. Не забывайте про видеотрансляцию на нашем канале в YouTube. Италия или Англия? Ваши ставки.